МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пейзажно-английский стиль появился в Англии в 18 веке. Пейзажно-английский стиль является самым естественным стилем, который наиболее близко приближен к природе. Пейзажный стиль отрицает наличие симметрии и чётких форм. В английском стиле преобладают неправильные формы, контуры с плавными линиями и переходами от одного элемента к другому элементу, высаживание растений в свободном порядке. Своё начало английский стиль берёт из садов Востока, где строгие чёткие формы придавали садам неестественность. Пейзажный стиль в саду выглядит очень естественно, даже несмотря на то, что все располагаются в свободном виде, без какой-либо симметрии и чётких границ. Английский стиль прост в своём исполнении, не требует большого участка. Рельеф, как правильно, изменять не надо. В этом стиле нет сложных цветников, живых изгородей, тупиарных форм. А дорожки в английском стиле могут иметь любую форму, но при этом все элементы в саду должны гармонично вписываться в данный ландшафт и не нарушать единой красоты в целом. Первые мастера английского сада – Палладианец, художник Ульям Кент, годы жизни 1665 до 1748 года и садовод Бренджмен черпали вдохновение в пейзажах Пуассена и особенно Лорена, представлявших идеализованные картины природной гармонии. Английские пейзажные парки Стаурхенд, Каслховард, Пеншилл, Раушем, Шеффилд парк, Приор Гарден – красивейшие парки Англии. Пейзажные ландшафтные английские парки – это шедевры садово-паркового искусства. В их основе лежат иллюзии римских пейзажей Пуассена и Лорена. Любовь к палладианской архитектуре – перенесение античных мотивов в типичную сельскую местность старой доброй Англии. В противоложность регулярному стилю пейзажный стиль не обособляет сад, напротив, он вводит окружающий ландшафт в органическую связь с ним. Парк Шеффильд расположен в Великобритании, в Англии. Восточном Сосексе. Шеффильд является одним из старейших парков в Англии. Он был создан в 18 веке. Его благоустройством занимался архитектор Ланселот Браун. Название парк означает «Участок для выпаса овец» и упоминается в старинных судебных книгах. Парк в основном состоит из деревьев и кустарников, высаженных в большом количестве. Здесь можно видеть множество экзотических деревьев, в том числе кипарисы, мексиканскую сосну, японский клён, азалии, родендроны, кипарисы, эвкалипты, североамериканскую ниссу и так далее. Парк проектировался таким образом, чтобы визуально он казался больше, чем на самом деле. Пейзажный стиль убеждает, что равновесие и гармония могут быть достигнуты и при живописном, асимметричном расположении объектов. Главное условие пейзажного стиля всё должно казаться естественным, природным, без малейшего следа искусственности. Асимметричная компоновка приводит человека к более тесной гармонии с природой, будучи освобождённым от жёсткости симметричного плана. Каждый участок может быть решён с более полным учётом его естественных ландшафтных качеств. Пейзажные парки были рассчитаны прежде всего на чувственное восприятие, поэтому особое внимание уделяется нюансам, тонким переходам между формой, цветом, текстурой и освещенностью. Построение пейзажного сада приветствуется неровно рельеф, возвышенности, склоны, овраги, природные водоёмы и даже болотца. Все природные недостатки местности сглаживаются, а достоинства обыгрываются. Плоский ландшафт требуется изменить искусственно, создать водоём, насыпи или впадины, затушёвывая их рукотворность. Например, ландшафтный сад XVIII века Приор Парк расположен в городе Батт, Великобритании, и потрясающей долине на Ральф-Аленд-Драйв, откуда открывается прекрасный вид на город, В саду, площадь которого составляет 113 тысяч квадратных метров, находится множество интересных особенностей, включая один из четырёх оставшихся в мире мостов Палладио, готический храм, грот Миссис Аллен, извилистое озеро, созданное местным предпринимателем Ральфом Алленом по дизайну поэта Александра Поопа и садовника-декоратора Капабилити Брауна сад повлиял на определение ландшафтного стиля, известного в континентальной Европе как английский парк. Здесь вы сможете пройти по лесным дорожкам, отдохнуть в каменных беседках или же посмотреть на город с одного из холмов. Истинно английский сад изначально имел скорее практическое, а не эстетическое значение. Именно поэтому в английских садах почти все травы были лечебными, либо используемыми в кулинарных целях, а многие деревья были фруктовые. И только потом, когда новый стиль распространился за пределы крестьянских кругов, эстетические свойства сада вышли на первое место. Позднее английские сады стали очень популярны в США, Франции и других странах. Обилие кустов роз, многолетних цветов, увитых виноградной, лозы беседок и арок, извьющихся растений. Все это позволило создать атмосферу беззаботного веселья. Английский стиль с одной стороны отличается особой вольностью, а с другой максимальной близостью к природе. Английский парк во многом напоминает лес, сильно облагороженный, но в то же время лишенный всякой искусственности. Главный принцип английского пейзажного стиля в ландшафтном дизайне это естественность линий и композиций. Здесь нет прямых отрезков и геометрических фигур, нет растений, подстриженных по одной линии. Дорожки и русла ручьев и каналов в английском саду причудливо извиваются, а берега водоемов не закованы в камень набережных. Они неотличимы от берегов естественных прудов и озер. А если у береговой линии и строятся какие-то искусственные сооружения, мостики, лестницы или удобный спуск к воде, то они органично вписываются в природный пейзаж. Естественный ландшафт пейзажного стиля не обходится и без водоема. Водоем на дачном участке не обязательно должен быть большим, главное, чтобы он выглядел естественно. Береговая линия может быть нечеткой. Прибрежные растения высажены произвольно. Сады мира в пейзажном стиле. Эрме-Нон-Вильский парк был одним из самых ранних и самых ярких примеров французских пейзажных парков. Его планировка была осуществлена маркизм Рене Луи де Жерарденом, близким другом Жан-Жак Руссо. В работе по дизайну парка принял участие художник Юбер Робер. Созданный с большим вниманием и мастерством, парк выглядел как уголок нетронутой дикой природы. Эрме-Нон-Виль, село на севере Франции, коммуна в департаменте УАЗа. Здесь располагается усадьба Эрме-Нон-Виль и окружающий ее парк. В Эрме-Нон-Вилле прожил последние дни своей жизни, умер и был захоронен Жан-Жак Руссо. Малый Трианон это небольшой дворец, французское шато, расположен на землях Версальского дворца во Франции. Сады Трианона, создававшиеся Андрелой Нотром, при участии садовника-цветовода Мишели Лебутьё, значительно отличались от садов в Версале, при всей пышности решениях более камерно. В России пейзажный парк получил развитие с конца XVIII века. Павловский парк пейзажный парк в составе Государственного музея заповедника Павловск расположен в долине реки Славянки в городе Павловске под Санкт-Петербургом памятник русского классицизма конца XVIII-начала XIX веков с коллекциями русского, западноевропейского и античного искусства. Площадь парка составляет около 600 га. Парк включает 7 ландшафтных районов Придворцовый, долина реки Славянки, Большая звезда с долиной прудов, Старая Сильвия, Новая Сильвия, Парадное поле и Белая береза. В создании парка, дворца и павильонов приняли участие архитекторы Чарльз Камерон, Винченца Бренна, Петра Гонзага, Андрей Воронихин, Карл Росси, Андрей Штакенштейндер. Павловский дворцовый парковый ансамбль является объектом русскультурного наследия федерального значения. Пейзажный стиль сада в наши дни устроит значительно проще, чем сады регулярные. Пейзажный стиль хорош тем, что он не требует большого пространства. Сад в английском стиле можно разбить на небольшие территории. В планировке сада важны мягкие плавные линии, постепенный переход от одного к другому. Пейзажный стиль подойдет людям, которые выбирают спокойно образ жизни, которые хотят наслаждаться естественной природой, местом, где они могут расслабиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Урок провела доцент кафедры дизайн Махмудова Малика Тахировна Спасибо за внимание Субтитров А.Кулакова